Пьяный за рулем авто – это уже чрезвычайное происшествие. Он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. 14 марта 2013 года Уваровским районным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении Богдашкина Рената, обвиняемого по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекший по неосторожности впечатления тяжкого удаст здоровью, а также повлекший по неосторожности смерти человека. Напомним, 27 августа, ближе к полуночи, водитель, управляя пятеркой в нетрезвом виде, на горе по улице Ленинская, умышленно нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Кроме того, он проигнорировал дорожные знаки. Въезд запрещен, объезд препятствия справа, лихача не смутило и то, что дорога с односторонним движением. Как потом он пояснил в ходе судебного свидания, Богдашкин для того, чтобы покуражиться, и допустил на полосе встречного движения столкновение с идущим навстречу автомобилем марки ВАЗ-21-102, то есть десятка, под управлением гражданина Мешкова. Что привлекло причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру, находившимся совместно с Мешковым, Пашке. Сидящий рядом с виновником ДТП погиб на месте происшествия. Пассажир, который находился на заднем сидении, получил тяжкие телесные повреждения. Богдашкин свою вину в инкриминированном деянии полностью признал, раскаялся. Однако, учитывая тот момент, что Богдашкин не возместил причиненный вред потерпевшим, тот момент, что он умышленно нарушил эти правила дорожного движения, суд пришел к выводу, что его необходимо изолировать от общества, и ему было назначено наказание в виде трех лет, трех месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Дополнительное наказание для осужденного – лишение прав управлять транспортным средством. Светлана Даровских, Вадим Полосмен, Варвара Павлова. Для рубрики «В рамках закона».